Они и едят мне, как люди, как звери, глотают парную свинину сырьем. У них повадки совсем не людские. Скажите, способен ли кто из людей пытать старика на веревке доска? Насиловать мать на глазах у детей? За кабану жителей мирных живыми? За то, что обличьем с тобой не одно? Во время выступления народного артиста России Сергея Безрукова у многих зрителей наворачиваются слезы, а на трибунах амфитеатра на склоне Площади Славы напряженную тишину сменяют громкие аплодисменты. Под аккомпанемент оркестра актер кино и театра читает стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Арсения Тарковского и Владимира Высоцкого. Сергей Безруков рассказывает, впервые ему выпала возможность читать стихи под музыку Шостаковича. Подборку советских авторов он составил сам. Исторически мне показалось очень верным прочитать именно Константина Симонова. И вообще подборка именно советских поэтов, которые все равно связаны с победой Великой Отечественной, потому что все-таки в этом году мы празднуем 75-летие Великой Победы. И эту победу мы никому не отдадим. И мне показалось очень правильно, поскольку все-таки Самара связана с именем Шостаковича именно как раз в войну, в эвакуацию. Фестиваль «Шостакович. Самарское время. ДСЦХ» носит такое название не случайно. Самарцы отдают дань памяти Дмитрия Шостаковича, который в годы Великой Отечественной войны вместе с труппой Большого театра был эвакуирован в Куйбышев, где завершил работу над своей легендарной Седьмой симфонией. Композиция, вдохновлявшая советский народ на Великую Победу, впервые прозвучала именно здесь. Тут же Дмитрий Шостакович организовал первый региональный союз композиторов. Аббревиатура – ДСЦХ – музыкальный автограф Дмитрия Шостаковича, известный во всем мире. Многожанровый фестиваль искусств адресует не только к удивительному разнообразию творчества композитора, но и отражает широкую палитру искусства – оперы, драматического театра, симфонической, камерной и народной музыки. Фестиваль будет способствовать раскрытию личности Шостаковича, его многогранному гению, таланту. Он работал в разных жанрах, и театр драматически начинал, он как топер в кинотеатре. Он писал и джазовую музыку, он писал и балеты, и оперы, 15 симфоний. Ну, в общем, охватил все жанры. Поэтому мы решили сделать фестиваль многожанровым. И это не только музыка Шостаковича, это вообще взглядное искусство сегодня. Поздравить самарцев с Днем города и открытием фестиваля приехали глава Самары Елена Лапушкина и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Я поздравляю вас с открытием фестиваля. Я поздравляю вас с Днем города. Мы отмечаем в эти дни День города Самары. И этому событию, конечно же, мы посвятили очень много праздничных, торжественных и памятных мероприятий. Я очень надеюсь, что вы на них побывали. Но я очень надеюсь, что эти выходные дни, по-настоящему праздничные для нашего региона и для столицы региона, доставят вам истинное удовольствие. С праздником вас, с открытием фестиваля. Завершится фестиваль 25 сентября в день рождения великого композитора Дмитрия Шостаковича. Виктория Шарая, Елена Малютина, Константин Головин. События.